Продолжение следует... 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 Еще когда происходил Ихренама Санкиртен, еще во времена Господочитания Махабру, когда Читания Махабру сам ее возглавлял. И мне кажется, это будет интересно, как вы думаете, возьмем такую тему. И этот бажан очень-очень поэтичен, и здесь очень много украшений, которые подчеркивают славу святого имени, раскрывают славу Господа Читания Махабру. Безусловно, Шихренама Санкиртена, она связана прежде всего с именем Господа Читания Махабру, с этим самым милостимом воплощением Господа Кришны. И Господь Читания Махабру, Он сам начал эту Санкирту в начале, когда Он только пришел в этот материальный мир, Он воспевал святое имя, мы знаем, в доме Шивасатхакура, Шивасангум. И в этот дом Он воспевал святое имя только по вечерам, точнее даже по ночам. И в этот дом приглашали избранное количество преданных, избранное количество людей. И этот дом закрывался на засов, и никого туда не пускали. Очень многие люди хотели попасть на эти Киртаны, но Читания Махабру очень ревностно относился к тому, кто будет участвовать в Харинама Санкиртане, в воспевании святых имен Господа. И бывали случаи, когда кто-то из людей, они пытались каким-то образом пройти однажды. Господь Махабру, мы должны понять, в этом доме, Он раскрывал свою удивительную пхаву или удивительную любовь к Господу Кришне. Иногда Он подпрыгивал ажи под потолка, иногда Он с этого огромного прыжка падал прямо на пол. И члены Его руки, ноги Его прямо втягивали с тела или напрёд удлинялись. Он чувствовал вот этот Маха-экстаз, этот Махабхава, который испытывает Шаматя Радхарани, любовь, которую испытывает Шаматя Радхарани по отношению к Кришне. И поэтому туда допускалось малое количество людей. И один человек, он был брахмачарей всю свою жизнь, и он питался, мы знаем, только фруктами, только фруктами и молоком, да, больше ничем. И Он пришёл в Шриваса Такура и сказал, «Дорогой Шривас, я хочу поучаствовать в этом киртане Господа Читания Махабхава. Я очень такой, как бы я брахман, я брахмачарий, я вот ем только фрукты и молоко, больше вообще никакую пищу не употребляю». И Шривас Такур подумал, ну, хорошая личность, почему не пригласить? И он пригласил его, и Господь Читания в этот день начал петь всё то имя, и вдруг в какой-то момент он почувствовал, что что-то не так, что-то не так. И он спросил, Шривас, здесь нет никакого-то человека, ну, постороннего? И Шривас Такур сказал, нет, ну, тут есть один человек, брахман, брахман, брахмачарий, всю свою жизнь, он кушает только фрукты и молоко, я подумал, он достоин. И Господь Читания сказал, гони его в шею, потому что просто, кушая молоко и фрукты, нельзя достичь любого бога. Вот, и этот брахман, брахмачарий, он принял то, что вот это наказание Господа Читания, Махабрабу, и он опустил голову, потому что он, на самом деле, он увидел танец Господа Читания, он увидел немножко небольшой киртан, и он запечатлевывал в своем сердце, стал выходить уже, и он сильно раскаялся, он думал, действительно, я пытался попасть на воспринание святого имени Господа Читания просто благодаря каким-то фруктам, о приедании каких-то фруктов и молока там. Он понял, что это не является причиной для того, что присутствует на этом киртане. И когда он так раскаялся в сердце, Господь Читания сказал, нет, нет, подожди, оставайся, он остался. И очень долго эти киртаны происходили вот именно в границах этого дома, но в какой-то прекрасный миг Господь Читания, Махабрабу, повелел всем преданным, чтобы они брали мариданги, брали караталы и выходили на улицы города. И преданные они стали это делать, и мы знаем, что ортодоксальные брахманы, индукцы, они стали беспокоиться, они думали ничего себе, они успевают Харе Кришну мантру прямо на улице. Дело в том, что это сейчас нам, кому только неизвестна Харе Кришна мантра, не найти таких уже людей, кто ни разу не слышал этой мантры. Но на самом деле это очень секретная мантра, и в ведических писаниях раньше говорилось, что эту мантру можно успевать только в очень чистом состоянии, потому что она очень сокровенная, это Маха мантра, она содержит в себе все мантры, все, как бы, все цветы имена, все мантры, которые существуют на свете. И поэтому надо, в статистическом писании написано, что надо успевать это святое имя, Харе Кришну мантру, погрузившись в гангу по шею, чтобы никак не оскверниться, ганга, она, знаете, очищает все время. И вот погрузившись в гангу по шею, можно успевать. И эти ортодоксальные брахманы, представьте, вдруг они услышали на улицах города, просто этот киртан, они были в шоке, они пошли к мусульманскому царю, они сказали, ты мусульмане, но ты царь, и ты должен защитить нас. Если это святое имя Господь Штани будет раздавать всем подряд, то мы-то как будем жить? Кто нам вообще жертвы будет? Кто нам за эти секретные мантры будут денежки давать? Как мы вообще будем существовать? И тогда этот царь, Хусейн-Шах, он послал группу солдат, и они остановили Харинаму, и даже, знаете, они разбили мореданги. Эти мореданги, их корпус сделан из глины. Можешь поднять вот эту, или любую? Корпус сделан из глины, да, и если ее уронить на пол, то она разбивается. И вот он разбил эту моредангу, и когда Господь Штани Махапруба услышал об этом, он сказал, хорошо, сегодня вечером вы все приходите к дому этого Хусейн-Шаха, захватите с собой, пожалуйста, факелы, захватите с собой инструменты, и мы устроим супер нагара Санкиртона, то есть устроим такую Харинама Санкиртону оглушающую. И действительно, тысячи-тысячи людей пришли на эту Харинаму Санкиртону, и Господь Штани впервые вышел и стал танцевать и петь во время этой Харинамы. И когда он пел, люди все, они просто чувствовали близость Кришны, они чувствовали Верховную Личность Бога, они принимали Его в свое сердце и становились преданными. Даже просто один раз услышав, или один раз увидев, как консультует Господь Штани Махапруба, в сердце человека посерялась любовь к Богу. И таким образом они дошли вот до этого места, где Хусейн-Шах, Кази, простите, не Хусейн-Шах, Кази, да, Кази, я уже перепутал, Кази, он, так сказать, жил, и мы знаем, что Господь Штани разговаривал с ним, и в результате Кази, он дал благословение, он сказал, что я разрешаю Нагору Санкиртону по всем городам и селам и завещаю всем своим, как это, потомкам, потомкам, не подопечным, потомкам, всем своим потомкам, чтобы они всегда не препятствовали движению Харинама Санкиртона. Но вот с тех пор, в общем-то, мы и ходим по улицам города. Это была первая Харинама. И здесь Шилы Буксёна-Такура, в этом Киртоне, он написывает как раз вот эту Харинаму. И первый куплет, можно? Первый куплет, он очень поэтичен. Вот и сразу два, здорово. Мы сейчас снова разберем первый куплет, и так будем по куплету. Здесь говорится, у Дила Аруна, то очень красивое начало. Шилы Буксёна-Такур удивительная личность. Мало того, что он чисто преданный, точнее, да, мы знаем, что чисто преданный очень часто он является поэтом. И Шилы Буксёна-Такур проявлял вот этот поэтизм очень трансценентным образом. Эта фраза сама по себе, она очень-очень красивая. На самом деле, если на русский перевести, то это будет просто рассвет. Настал рассвет, ну то есть, или там, аллеет рассвет. Даже не рассвет, а вы знаете, когда вот... Встречает кто-нибудь солнце? Поднимите руку, кто встречал солнце когда-нибудь. В сходе. Отлично. Это очень благоприятно. А закат не очень. И когда, знаете, только перед тем, как солнце появляется, сначала просто появляется как будто бы краснота такая. То есть, аллеет рассвет, да? Аллеет, видели? Так аллеет восток. Видели, когда? Видели. Очень красивое зрение и такое зрелище, да? И вот здесь Челобухтян Токур, он про него говорит удила Аруна. И как вот он... На русский язык это даже передать трудно. Ну как, передать там, тут есть так вот переводится, Шил Пурбада перевел. «Едва залил восток». Красиво на русском, ну так. Вот. А кто такой Аруна? Кто знает, кто такой Аруна? Это гвоздничий, колесничий, да, колесница Бога Солнца. И если, смотрите, представить себе, что Солнце – это колесница, да? Ну, кто-то должен представить, кто-то в это верит. И Господь Солнца, да, это Сурья Нарайна, сидит на этой колеснице. То перед тем, как увидит Солнце, что мы, кого мы сначала видим? Если выезжает кто-то. Колесничий, возничий, правда? И вот Челобухтян Токур, он таким вот красивым образом говорит удила Аруна. То есть еще Солнца не видно, но только-только проплески от этого Солнца, понимаете? То есть мы только видим кого? Колесничий. Красиво очень, да? Удила Аруна. Пурабы Бхаги. То есть Пурабы Бхаги – это значит, что он возвещает вот этот, вот этот аллеет в Восток, и он возвещает о восходе Солнца. Но Двиджа Мани, Говора, эта строчка, она целиком состоит из имен Кришны, из имен Господа Читания. Говора, ну мы знаем, что это значит? Золотой. А Двиджа Мани, что это значит? Двиджа. Дваждорожденная. Мани – это лучший из дваждорожденных. То есть, и что мы видим, когда вот мы пришли вот в эту деревню или там, не знаю, в каком-то месте? Мы видели, что только-только аллеет Восток, и только-только начинает сходить Солнце. Но вдруг мы видим сияющего Господа Читания Махапрабу, Господа Говоранги, Говора, который является лучшим из брахманов. Это значит, что на его груди белоснежный-белоснежный брахманский шнур, очень красивый. И Господь Читания, он поднимает две руки, видели когда-нибудь, да, как Господа Читания? Он покупает две руки, и его через свою грудь пересекают этот брахманистический шнур. Вот такое вот мы видим зрелище. Господа Читания Махапрабу, Двиджа Мани, лучшего из брахманов. Двиджа Мани Говора. Амани Джаги. И здесь говорится Амани Джаги. Это значит, что он пробудился, он уже встал, то есть он поднимает свои руки. Баката Самуга. Баката, кто такие Бакты? Все знают, это преданный Господь, да? То есть все преданные окружают его. Он не один, Господь никогда не бывает один. Видели когда-нибудь изображение Кришни или Читания, когда он один? Кто-нибудь видел? Не бывает такого. Всегда он с спутниками, даже если уж никого нет, ну корова рядом. Если уж коровы нету, то травинки какие-то, цветочки, шмели или еще кто-то. Господь никогда не бывает, он всегда находится в окружении своих преданных, он никогда не бывает один. И здесь говорится Бакта Самаха, то есть все преданные окружают его. Лоя Садхи. Лоя Садхи. Ну здесь говорится окруженный, но тоже Лоя. Кто знает Лоулья, что значит? А, жадность. То есть они не просто окружают Господа Читания Мухуру, а как окружают? Жадно. Я не знаю, как это передать на русский язык. Вот понимаете, это зрелище восходящего Господа Читания Мухуру, оно красивее солнца. Мы все поднимали руки, да, вы видели, как разходит солнце, да. Но на фоне Господа Читания Мухового никто даже не заметил, как солнце зашло. Все смотрели только на него, на его тело, цветы расплавленного золота, на его красивый-красивый брахманический шнур, на его прекрасную гирлянду. И все преданные окружили его, и они просто пожирали его глазами. Лоулья, или как здесь говорится, Лои и Садхи. То есть они просто, Господь Читания находился в окружении этих преданных. Гела на горе, Браджи. Нагора, что значит? Деревня. А Враджи, что значит? А вот и неправильно. Вы себе подумали, что это Вриндаван. Но Враджи еще переводится как ходить. То есть Врадж переводится как два слова. Враджи — это название местности, где Господь Кришна привел свои игры. Враджи. И Врадж так же переводится как ходить. Именно поэтому, когда мы приезжаем в Бриндаван, что мы делаем? Мы обходим его. Мы ходим, мы ходим, совершаем парикрами. Это потому что Врадж значит, что ходить. Вот. И здесь говорится, что Гела на горе Враджи. Он начинает ходить по деревням. Так скажем, можно перевести. Или начинает на горе Сангиртана, или Харинама Сангиртана. Как это говорится? На горе значит деревня или город. Вот такой красивый куплет первый, который описывает Господь сочетание Махапрабху, который сияет, как тысяча солнц, и который встает на горизонте Надьи и предстает перед нашим ликом окружение своих преданных. Готовы увидеть эту картину и пропеть этот куплет? Готовы. Готовы. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Во втором куплете мы с вами смещаем взгляд Господа читания мухопробного окружения. И первое, что бросается в глаза, когда мы видим Харинама Сан-Кирту, но когда мы видим Харинаму, даже сначала не бросается в глаза. Кто-нибудь встречался с этим Харинаму на улице? Поднимите руку. Что сначала слышно всегда? Каратала и Моридан. Правда? Всегда ведь. Согласны? Даже еще не слышно святого имени, не видно людей. видно только флаги, я помню, когда извлекаясь идут. И слышно, правда? Так же, как играет Харинаму, как Мориданга. И в следующем куплекте, еще в Бахтюна-Такуран писает как раз это. То есть это очень трансцендентное действие. Когда люди слышат Хараталу и Моридангу, Харинаму, который идет, то на самом деле это очень трансцендентное действие. На самом деле они получают в этом, тоже они получают в этом, милую с Господом, читание в Харинаму. И еще в Бахтюна-Такуран говорит Татхай-Татхай. Кто знает, как это переводится? А никак, это просто ритм. Татхай-Татхай, да? Вот знает его Гавинда. Правда, знаешь, что говорит? Отлично. Сыграй этот ритм, можешь? Не бойся. Ну, сыграй. Ну, два раза, да, ритм, дорогие? Это очень просто. Бум-бум. Вот это. Давайте поаплодируем. Очень смиренный Вашнав и Ейзини, пожалуйста. Татхай-Татхай. Баджала-Кол. Баджала-Кол, это значит, играют или кол, Мориданги. Это же название барабанов, Мориданг. То есть мы слышим Татхай-Татхай, как играют Мориданги. Мы видим Господа, читание, видим окружение преданных и слышим, как играют Мориданги. Татхай-Татхай. Баджа-На-Кол. Гана-Гана. Как вы думаете, так что играет? Каратавы. Так играет Каратава. Кто-нибудь может играть на Каратавах? Гана-Гана. Ч-ч-ч-ч. Давайте. Это долго собираетесь? Уже позвоните. Молодцы. Вот он правильно сказал. Гана-Гана. То есть играет Каратава. Гана-Гана. Джаджера-Рол. Джаджера-Рол это даже не просто Каратава, а большие. Есть у нас большие Каратавы? Джаджер. Двара, ты где-то заныкал, да? Ну ладно. Он всегда так. О, молодец. Он невидный, преданный, но очень важный. Незаметный. Но это не просто так. Смотрите. Према. Джаджера-Рол. Премия. Дхала-Дхала. Это значит... Према что значит? Это значит... Нет, это значит любовь. Према. Значит, любовь. Любовь к Богу. И Дхала-Дхала это значит Дхала-Дхала. Это трепещет. Дхала-Дхала, трепещет. Премия Дхала-Дхала. Сонара-Анга. Трепещет золотое тело Господа читания. То есть Господь читания под эти звуки Мериданги, под звуки Теркеты начинает танцевать. И когда Он начинает танцевать, Его тело, оно начинает трепетать. Дхала-Дхала. Я не знаю, как на русский перевести, но трепетать здесь написано. Хорошая сумма, трепетать. Дхала-Дхала. Сонара. Сонара — это что такое? Это ещё одно название. Золото. Золото. То есть сонара анга — тело, золотое тело Господа. Чараны нупура баджи. Тут тоже очень красиво. Чараны, что такое чараны? Стопы. Нупур, кто знает, что такое? Колокольчики. Видели когда-нибудь или услышали у Матыши? Вы не видели, а вы видели, но вы слышали. На ногах у Матыши колокольчики иногда звучат. Слышали? Так вот, Господь Читания тоже носил колокольчики. Как удивительно. Можно носить, оказывается, колокольчики. Тоже. На ногах. Ну вот. И Господь Читания, когда он танцевал, эти колокольчики, они что делали? Звенели. Да, так и написано. Баджи. Звенели или пели, играли. То есть, на самом деле, если это слово написать, то колокольчики на стопах Господа Читания, они пели. Баджи. Пели. Очень красивый куплет, который описывает, что мы видим британгистов, которые играют, татхай, татхай. Видим других киртаней, которые играют на караталах, на больших джаджах. Да. И также видим Господа Читания, который начинает танцевать, тело его трепещет. И очень красиво на его стопах играют, звенят, точнее, звучат, играют, звучат колокольчики. Поют. Поют. Спасибо. Поют колокольчики. Татхай Татхай Татхай, панчанко, гана-данатаки, чаджерадо, панчанко, панчанко, СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Итак, мы с вами спели два куплета, в которых говорилось «Едва залил восток, возвещая восходец солнца, как Господь Гаурасундара, драгоценный камень среди бракманов, пробудился ото сна. Он окружен своими преданными и пошел по городам и деревням на один. Тадхай, тадхай, бьют мореданги, и так им в этом киртане звенят караталы или таджаджи. В экстазе любви к Богу трепещет золотое тело Господа Гауранги, и у Него на ногах мерно позванивают колокольчики». Такой вот литературный перевод. И, безусловно, что мы еще не слышали? Мы видели Господа читания Мухапрабу, мы увидели Его преданных, мы слышали, как играют инструменты, но что мы еще не слышали? Мы не слышали к Сан-Киртану, правда? И что же поет Господь читания Мухапрабу? Он написан в третьем пофлекте. Что Он поет? «Мукунда, Мадава, Ядава, Хари». Эти две строчки, они просто-напросто рассказывают, точнее, состоят из святых имен Господа. «Мукунда» — это имя Господа Кришны, которое обозначает дарующее освобождение. «Мадава» — это означает имя Господа Кришны, который очень сладок, сладостен. «Мадава». «Ядава» — он пришел в роду Яду. «Хари» — он ворует наше сердце. «Хари» — это значит вор. Знаете, когда Господь читания просто пришел, только появился в этом материальном мире, Он заставил всю Индию повторять святое имя Бога, знаете? Причем интересно, что индусы повторяли святое имя, потому что было затмение, лунное затмение, и поэтому люди, точнее, ну как бы все люди, как солнце было скрыто, они входили в гангу или пели святые имена, они все пели «Хари», «Хари», «Хари». Но «Хари» также значит «паруй» или «вор». И мусульмане тоже делать, что делали, они их передразили, они тоже «Хари», 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 «Хари». И в результате вся Анна Владимировна пела что? «Хари». «Хари». Итак, Господь читания поет «Мукунда мадава, ядава ари». Очень красивая эта строчка. А дальше он говорит, смотрите, «болена боларе». «Болена» что значит? «Пойте боларе». Повторяйте или «пойте, пойте». То есть повторяйте, многократно повторяйте. «Боларе». Да? Но дальше он говорит не просто так. Дальше очень интересная вещь. Говорит. «Вада на бгоре». Что значит «вада на бгоре?» Но не совершайте оскорбления при этом. Очень интересное. Господь читания, Он очень милостив. Он не только дает святое имя Бога, но Он объясняет, как правильно повторять его. Потому что святое имя было известно и до Него, в конце концов. Но Господь читания о милостиве заключается не только в том, что Он просто раздает святое имя, но Он помогает нам Его принять. Для того, чтобы принять святое имя, недостаточно только желания Господа. И это факт. У Господа есть желание распространить сознание Кришны. Правда? У Господа есть желание дать это имя нам всем. Но берем ли мы святое имя в этом вопрос? И поэтому Господь читания, Он нас предупреждает. Ваданабгори. Пожалуйста. Баленаболаре ваданабгори. То есть пусть. Повторяйте святое имя, пожалуйста, без оскорблений. Повторяйте, повторяйте, повторяйте святое имя, но без оскорблений. И дальше Он говорит, Мичи нидо ваше гелори рати. Он говорит, на что похожа ваша жизнь? Господь читания начинает проповедовать всем этим людям, которые вышли увидеть Господа читания. Он говорит, на что похожа ваша жизнь? Вы просто спите. Мичи нидо ваше гелори рати. Просто всю ночь вы спите. А дальше смотрите, что вы делаете днем? Он говорит, Дивасы днем, шарира саджи. Шарира это значит, что такое шарира? Шарира это значит тело, да. Саджи что значит? Наряжать. А днем вы просто наряжаете свое тело. Он говорит, ночью вы просто спите. А днем вы просто наряжаете свое тело. Мы наряжаем свое тело разным способом. Мы наряжаем свое тело, примеряя себе разные виды одежды. Примеряя на себе разные виды другой одежды. Я тот-то, я русский, я тот-то, я вот этот. Или применяю на себе, так сказать, я там начальник, или я подчинённый, я рабочий, я крестьянин, там ещё кто-нибудь, директор. Ну вот, то есть, что делают? Он говорит, что вы делаете? Вся ваша жизнь, она состоит из чего? Из ночи, из дня. Правда? Вы спите и возрастуете. Пол жизни, он говорит, вы что делаете? Спите. Но это факт. Если спать 12 часов в день, как спят среднестатические люди, то это ровно пол жизни. Пол жизни мы просто что? Спим. А другую часть жизни мы, Господь читает, наряжаемся в разные виды одежды. Мы то человек, то животное, то насекомое, то, так сказать, когда мы человек, то мы такой человек, в такой нации, в такой, так сказать, стране мы родились, потом в другой стране родились. И так проходит наша жизнь. Таким образом, наша жизнь, она просто пуста. И дальше, в следующем куплете, в четвертом, он говорит, Имана Дурлова, вы получили этот редкий дар, он говорит, это тело. Это очень редкий дар, он говорит. Почему? Имана Дурлова, мана вадеху. Мана вадеху. То есть, вот это мана, да, так сказать. Вы получили вот это тело от человеческой формы жизни. Очень-очень редкой формы жизни. Действительно, на самом деле, существует 8 миллионов 400 тысяч видов жизни. Из них всего лишь каких-то 400 тысяч жизней относятся к человеческим. И человек рождается, живое средство рождается в теле человека очень-очень редко. И почему же другие виды рождения, другие формы рождения, они не так благоприятны? В них невозможно заниматься духовной практикой. Вы когда-нибудь видели медитирующего кота? Или повторяющего мантру, там, не знаю, даже корову повторяющую мантру? Попугая, даже, да, попугаю можно научить повторяющим мантры, но получает ли он от этого большое благо? Делает ли он это осознанно? Больше того, даже если мы будем повторять как попугая, поможет ли это нам? И так человеческое тело очень-очень редко, мы очень-очень редко рождаемся человеком. Это огромная драгоценность, манава дэхо, эманадурлуба манава дэхо, большая-большая ценность. И Господь Читания, Он очень милостиво, в третьем куплете, призвав на воскрывать все эти имена без оскорбления, Он говорит, вы получили очень редкий дар, это человеческое тело. И дальше Он говорит, пхава на кеху, а паиекикаро, паиекикаро, это, знаете, два вопроса, ну почему тогда, почему, ну то есть какой, почему, паиекикаро, пхава на кеху, вы приберегаете этим даром, на кеху. Вы вот это человеческое тело не используете, вы им пренебрегаете, просто полжизни спите, полжизни наряжаетесь в какие-то тела. Задает такой вопрос, чтобы мы задумались, что происходит с нашей жизнью. И дальше Он говорит, ибе на баджале, яшода суда. Единственное, что вы должны делать, это баджале, то есть воспевать или поклоняться кому? Яшода суда. Яшода суда это имя Господа Кришны. Но это имя Господа Кришны, которое обозначает, что Он сын Яшода. А почему, вот как вы думаете, Шила Бхатюна Атакура использует именно это имя? Он мог написать Кришна, и еще очень мог написать Шри Кришна, или Бхагаван Кришна. Яшода суда. Почему Яшода суда? Потому что Он подходит к нас, и и к Господу. Дело в том, что, хорошие ответы. Дело в том, что Господь очень любит, когда Его зовут, связывая с преданными. Когда Его зовут по имени, которое связано с Его преданными. Потому что на это имя Он всегда приходит, Он всегда отвлекается. Это секрет такой есть. Мы знаем, что даже Господь Читания, когда Его звали Читания, или еще Он мог не откликнуться, но если Его звали Шачи Нандана или Шачи Сут, Он всегда отвлекался в этот момент. Всегда. Потому что это имя, оно очень-очень близко к Господу. И здесь говорится, что Эбен Абаджили Яшода суда. Именно поэтому меня он говорит. Почему? Еще раз. Господь Читания дает очень большую милость. Он говорит, посмотрите, воспевайте по очень близким, вызывайте Господа по очень близким Его именам. Яшода суда. Он обязательно появится перед вами. Мы знаем, что Кришна, Он любимый сын матери Яшода. Однажды Кришна, Он сидел дома. А мама Яшода, она подумала, мой дорогой Кришна, был маленький еще в те времена, мой дорогой Кришна, Он постоянно ворует масло у других гопи. И это происходит, знаете, из-за чего она подумала? Это происходит из-за того, что я сама не готовлю для Него масла. Вот если сама я собью для Него масло из молока, из йогурта, то я накормлю Кришну, и тогда Он вырывать в других местах не будет. И тогда мама Яшода, она поставила молоко кипятиться, поставила кипятиться молоко на огонь, и молоко закипало. В этот момент Кришна пришел к маме Яшоды и попросил у Него еды, и мама Яшода стала кормить ее грудью. Молоко, которое находилось в это время на печи, оно увидело, что оно уже не нужно Господу Кришне. Оно подумало, кто я такая, что по сравнению с молоком мамой Яшодой. И она решила покончить жизнь самоубийством. Знаете-ка, молоко кончает жизнь самоубийством. Видели это? Кто видел? Кто видел? Оно выкипает и начинает гореть. И когда она стала выкипать и гореть, мама Яшода тут же взяла Кришну, прямо скинула со своих рук и побежала спасать молоко. Почему она это сделала? Не из-за того, что было жалко молока, а из-за того, что не увидела. Такое замечательное преданное молоко. Горит в огне. Разлуки с Кришной. И Яшода, как очень милостивая, как великая преданная, стала спасать молоко. Кришна обиделся на это, мы знаем. Он залез в чулан и разбил в горшок с маслом. Мама Яшода, увидев это, взяла в руки что? Хворостину и стала гонять Верховную Личность Бога, которая является самой возвышенной, самой великой Личностью во всех Вселенных. Личность, которая создала этот материальный мир, которая является причиной дживатата, в том числе Яшода. Так вот, эта Личность Бога бегала от мамы Яшоды, боясь вырасти на ее руке. Не из-за того, что Господь Кришна боялся палочки. Нет. Он был покорен любовью мамы Матери Яшоды настолько, что он принимал эту игру. Принимал эту игру не так, что, знаете, я же понимаю, что я Верховная Личность Бога, так сказать, Яшода, ну пусть за мной побегает, чем бы ты, в смысле, не тешилась, да, преданная. Нет. Он забывает о том, что Верховная Личность Бога, благодаря вот этой любви к маме Яшоды. И он искренне боится мамы Яшоды. Когда я то увидела Кунти Деви, которая находится в других взаимоотношениях с Господом, она была в шоке, она говорит, я не могу это понять. Она там прямо Кришне сказала, не могу понять этой игры. Как это вообще? Тебя боится сам страх. Ты Верховная Личность Бога, Бхагаван, Бхаггите, читали, да, это слово. Но ты бегаешь и плачешь вообще, потому что боишься хворостя на руке твоей мамы. Я не могу это понять. И поэтому, если мы зовем Кришну по этим очень близким именам Яшоды Суты, то он не обязательно непосредственно проявится в нашей жизни. И здесь говорится дальше, Чарама парибы ладжи. Если мы это не сделаем, то тогда ладжи очень будет велика наша скорбь в момент смерти. Потому что смерть будет ужасной в этом случае для нас. Если мы не обратимся к святым именам Кришны и просто прожьем свою жизнь, то наша скорбь в момент смерти будет неистерпимым. Угорода Куране, это священное писание, которое описывает разговор Городу и Господа Вишну. И Города, он говорит, спрашивает Господа Вишну, знаешь, я знаю путь Бхакти, я о нем слышал, что я имею в Бхагу, и так далее. А вот путь грешников, куда попадают грешники, что с ними происходит. И Господь Вишну начинает объяснять ему, как приходят им адуты. Слышали таких? Как они вытягивают душу из тела, как они ведут его к вираджи, к реке. Смерти. Это ганга, на самом деле, в наднадских планетах. И интересно, что ямадуты, они всячески мучают живое существо. И они все время говорят, вот знаете, вот если бы ты сажал деревья, рыл коровцы, то вот этих, так сказать, не было бы у тебя мучений. Вот видишь, тебя корова рогом проткнула. То есть, был бикторианцем, этого тоже бы не произошло. И они все время говорят об этом живом существо. И живое существо очень-очень мучается. Не только даже вот этих физических мучений, которые происходят. Оно все время думает, Господи, я мог бы вот это делать, да, в своей жизни. Мог вот это сделать. Мог свечку поставить, да, в церковь сходить. Мог вот это, вот это, вот это. И здесь мог не согрешить, а вот здесь хорошее сделал. И этого всего бы не было. И очень сильно мучается, очень сильное раскаяние, правда? И здесь Госпожитание напоминает об этом раскаяние. Он говорит, Чарамапори Беладжи, иначе, если вы не призовете Господа Кришну, в момент смерти будет беспредельно ваша скорость. Вы будете сокрушаться в момент смерти. С памятой, доктор, лет. С памятой, доктор, лет. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА